Всем привет и добро пожаловать на обзор мобильной игры ClueHunter. Суть данной игры заключается в том, что мы будем играть за детектива, расследуя все возможные приключения. Итак, нас наняла вот эта девушка. Она подозревает парня в измене, и я попробовал использовать первую подсказку. Это вот такие очки и визор, и как видите, это оказалось неправильный ответ. Вот мы проиграем. Да, друзья, игра очень напоминает игру спасти девушку. Здесь тоже надо выбирать два варианта, правильный и неправильный. Ну а сейчас давайте-ка попробуем воспользоваться пилесосом. И да, вот как видите, я втягиваю манекен, которым закрывался парень, и мы проходим первый уровень. Ну что ж, друзья, переходим к следующей подсказочке. Давайте-ка посмотрим, что здесь и так. Итак, парень предлагает кольцо девушке. У нас два варианта. Либо включить свет, либо открыть окно. Итак, девушка целует парня, он предложил ей кольцо. Как бы ответ правильный, но это окончание игры. Мы не расследовали полностью преступление. Итак, выбираем второй вариант. Открываем окно. Вот шарики вылетают, и парень проигрывает. Ну а мы проходим как бы этот уровень. Что ж, движемся дальше. Итак, еще у нас следующая подсказка. Следующая комната. Что здесь и как? Это кто-то прячется под кроватью. Итак, посевите фонарик. Это оказывается кот. Смотрите, как круто, как здорово он поцарапал нашего детектива. Вот этот ответ оказался неправильный. Ну что ж, давайте-ка переиграем и попробуем выбрать второй вариант. Итак, при помощи громкоговорителя пугаем котика и бежим дальше. Проходим, соответственно, следующий уровень. Итак, парень плачет. Видно какие-то туфли. Выбираем первую подсказочку. Вот за шторой никого не оказалось. Детектив падает, и как бы мы проигрываем этот уровень. Что ж, есть возможность переиграть. Итак, давайте-ка мы переиграем данную игру. Итак, здесь надо выбирать громкоговоритель. Но я аж случайно нажал на фонарик. Поэтому нужно все-таки переиграть еще сначала. Итак, переигрываем. Вот здесь нужно выбирать громкоговоритель. А дальше мы попробуем потестить мышку и посмотрим, что из этого получится. Итак, котик убегает с покрывалом. Вот обнаруживается купальник, вернее лифчик и трусики этой большой девушки. Выбирай мышку. И да, вот он. Вот он. Мы расширили преступление. Как видите, толстая девушка оказалась у парня. И как бы миссия пройдена. Ну а мы переходим к следующему уровню. Итак, гоняется девушка за толстой. А мы идем расследовать следующее преступление. Так, толстый полицейский на них не пускает. Есть варианты. Я перерезал ножницы. Это оказался неправильный ответ. Наши два героя арестовали. Ну что ж, давайте-ка переиграем. Сейчас попробуем выбрать канализационный люк и спрятаться в нем. Отлично. Итак, полицейский нас останавливает. Ну а я попробую нырнуть вот этот канализационный люк. И выполнить миссию. Да, получилось. Ну что ж, неплохо. Идем с вами дальше. Вот. Итак, следующий полицейский. Причем такие толстые, что даже мундиры не хватает места. Итак, прячемся за статую писающего мальчика. Отлично. Вот нам удалось пройти этот уровень. И идем с вами дальше. Ну что ж, давайте-ка еще попробуем. Вот что у нас еще. Итак, либо выбрать дерево, либо активировать дверь. Я выбираю дерево, выпрыгиваем наверх. И походу, друзья, мы прошли этот уровень. Да. Миссия пройдена. Ну что ж, здорово. Итак, движемся с вами дальше. Вот здесь у нас какой-то провал. Либо использовать доску, либо попробовать активировать дверь. Выбираем доску, проходим вот это препятствие. И миссия оказывается выполнена. Вот нужно теперь разобраться с электрическими кабелями. Итак, либо ломик, либо перепрыгнуть. Ну, конечно же, ломик не стоит. Он железный, проводит электричество. Поэтому вот перепрыгнуть было как бы логичнее. А вот сейчас при помощи ключа открываем замок и движемся с вами дальше. Супер. Итак, очередной уровень пройден. И мы идем с вами дальше. Итак, выбираем очередной уровень. Поднимаемся по лестнице. И у нас два выбора. Двор и взлетчатка. Либо зажигалка, либо фонарик. И да, вот я выбрал зажигалку. Нам удалось подорвать динамит. И это оказался неправильный ответ. В темноте не стоит зажигать неизвестно что. Итак, активировав фонарик, мы обнаруживаем бандита. Ого-го, он достал нож. Так, какие у нас варианты? Либо подарок, либо бомба. Вот, выбирай подарок. Из подарка выныряет вот такая вот перчатка, которая нокрутирует преступника. Что сделать с бомбой? Либо бейсбольной битой, либо ножницы. Да, ударом бейсбольной битой я отправляю ее в небо. Она взрывается. И как бы наш детектив выполняет задачу. И мы проходим этот уровень. Ну что, здорово. Великолепно. Хорошая миссия. Хорошее прохождение. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, седьмой уровень. Кстати, есть возможность подкупить нашему детективу несколько скинов. Но я думаю, пока давайте будет как-то так. Вот очень похож на Шерлока Холмса. Итак, следующая задача. Нам нужно проникнуть в дом. Сейчас мы замаскируемся под разносчика пиццы. И попробуем проникнуть. Да, получилось. Отлично. Вот кто-то там прячется. Кто же это такой? Чем воспользоваться? Либо громкоговорителем, либо вилами? Использовал громкоговоритель. А это оказался просто садовник, который обрезал кусты. Ну что ж, он нам показал дорогу. И это у нас пьяный мужчина. Итак, либо забрать у него бутылку, либо ударить бейсбольной битой. Лучше, конечно же, забрать бутылку. Как-то так. Итак, он недоволен. Ага, он показывает место преступления. Ну, походу, друзья, мы выполнили все задачи. Вот этот уровень седьмой пройден, и мы переходим к восьмому. Вот интересно, будем ли дальше мы с вами разбираться убийством, и либо нет. Сейчас посмотрим. Итак, большая собака. Чем ее отвлечь? Либо вот бросить тиск, либо надеть платье. Итак, пес набросился на нашего героя, начал его лизать, и это оказался неправильный ответ. Ну что ж, давайте-ка попробуем надеть платье, и посмотреть, что из этого получится. Итак, ой-ой-ой, какая милая женщина, показался наш детектив. Ну, как-то так. А вот неожиданно, честно говоря, собака вокруг покружила и ушла. Это что такое за страшные глаза в кустах? И кто же это? Непонятно, кто это. Ну, давайте-ка бросим диск. Ага, это оказалась собака. Это оказалась собака, и, наверное, опять вот, вот, то ли, залижет нашего героя. Что ж, это был неправильный ответ. Вот, правильный ответ, нужно будет бросить сеть. Ну, давайте-ка пройдем сначала. Итак, здесь одеваем платье, а дальше попробуем бросить сеть. Итак, милый щеночек. По-моему, это Симбернар. Ну, выглядит, по крайней мере, очень круто и здорово. Что ж, идем с вами дальше, и давайте-ка сейчас попробуем набросить сеть и посмотрим, что из этого получится. Вот, итак, бросаем сеть. Ииии, собака связана, ну, как-то так. Итак, следующее, вот, следующее, это у нас гидрант. Вот, кстати, что это сверху? По-моему, какое-то платье. Ну, давайте-ка я его повращаю, и что происходит? Ага, вот, как я подозревал, здесь сверху была девушка, она упала и придавила нашего детектива. Что ж, придется полностью переиграть игру сначала. Как бы ничего страшного, мы уже знаем все правильные ответы. Итак, платье, потом выбираем сеть, а потом выбираем, вот, что там было, кстати. Третье, ну, не гидрант, во всяком случае, это точно. По-моему, то ли веревка, то ли вода, что-то там такое было нарисовано. Ну, давайте-ка сейчас набросим сеть на собаку, и посмотрим, что здесь мы можем сделать. Итак, какой у нас вариант? Гидрант либо лестница? Лестница, да-да-да, вот на лестницу мы лезем, и спасаем девушку. Вот, вот, просто-просто чудесно. Вот, отлично. Итак, движемся с вами дальше, с очередной миссией. Так, опять же, удалось заработать, вот, несколько долларов, отлично. И да, друзья, мы нашли преступника. Есть возможность либо использовать вазу, либо, вот, зажигалку. Итак, мы зажигаем, вот, фонари. Вот, преступник бежит, ну, а мы его догоняем. Ого-го, итак, да, друзья, он попал, он поймал в ловушку наших героев. Но, благодаря водному пистолету, наш детектив, вот, закорачивает контакты и побеждает врага. Итак, два варианта, пистолет либо магнит. Ну, магнит, как бы, самый логичный ответ. И, да, магнит просто притягивает преступника в одетого в рыцарский костюм. Что ж, друзья, вот, я думаю, сегодня будет достаточно. Если игра вам понравилась, пишите в отзывах, в комментариях. Если что, я буду снимать новые продолжения данной игры. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилась, не понравилась вам игра. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки. Подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok